А вот, собственно, давайте теперь о самом главном вопросе. Как нам самоорганизоваться? Это глобальный вопрос, хоть для маленьких, хоть для больших. С маленькими мы решили. То есть как? Берете, распечатываете им контент-план на все четыре младших класса школы. И пока это абсолютно законченный курс, уже все на YouTube есть. Что делать со старшими? Это то же самое. Просто берет себя за шкирку, усаживать и работать. Смотрите, я разбила на A1, A2, B1, B2 и C1, C2 все рекомендации учебники и пошаговый план ваших действий. Назвала это My Rules and Schedule, мои правила и мой график. То есть ваши правила, ваш график. И это по сути является вашим чек-листом, контент-планом, назовите какого-то, вашим планом действий. Когда не знаете, что делать, открываете, идете по списку. Вот и все. Из чего состоит A1, A2? Опять же, все мои рекомендации. Самая главная рекомендация — это, собственно, заставить себя учиться наши правила. Не оставляем ни единого незнакомого слова на страницу. Главное правило Куздры. Иначе оно вас догонит на следующей странице, на второй, где вы подумали, что можно слово не учить. Там оно вас догонит и накажет. Занимаемся каждый день минимум час. Откуда это выходит, выплывает из нашего, так сказать, понимания, сколько часов. Ну, примерно, конечно, это все почитано. Сколько часов нужно на каждый уровень. Простейшая арифметика. Делите 200 часов, например, A2, обычный разговорный. И получаете, что хотя бы 200 дней надо подряд по часу сидеть. Третье правило — не ной. Если хочется поныть, ной только по графику. Это сюда относим все психологические наши заморочки, все наши прокрастинации, все наше вот это нытье. Я не могу, я не успел, мне лень, у меня нет денег начать. Я вообще бедный, несчастный, а весь контент бесплатный, все в свободном доступе. Об этом мы почему-то не думаем. А далее вы прописываете свои правила. Вы же, как сказать, самоорганизованная личность, я надеюсь, да? И сами себе можете уговорить. И сюда себе, так сказать, ваши resolutions, напишите, что вы хотите, как себя заставить, что вы хотите. Возможно, какое-то желаемое правило, которое вы, может быть, еще не выполняете, но вы хотите это делать, да? Там вставать на час раньше, делать английский. А потом засеките, получается у вас это или нет. Варьируйте, если что, потому что мы же тоже не роботы. Вот, смотрите. Здесь, опять же, у меня с февраля была разбивка. Ну, так получилось, что только сейчас я могу это сейчас выложить. Я не дошла до видео и вообще любой месяц, неважно, какой месяц, главная очередность более важна. Ближе к Новому году я даже поменяю вам календарь, добавлю. Это настоящий календарь, это календарь 22-го года. Тут у меня начиналось с марта. У вас начнется... Подвините себе картинки, которые вам нужны, тех учебников, подвините с июня, сделайте. Вот у нас через два дня лето. И используйте лето, используя весь свой отпуск и все свои, так сказать, желания изменений в личной жизни, и не только начните с освоения нового навыка. Почему бы не начать с английского? Итак, смотрите, сюда вы пропишите количество часов, сколько у вас реально получилось, и потом сделайте вывод. Если вам надо 200, достичь А2, а вы за весь там месяц, неважно какой месяц, там раз во вторник, раз в субботу, еще один раз по праздникам позанимались, то извините, у вас всего 3 часа получилось, но никак не 200, да, и не 100. Это все, что касается календаря. Значит, то же самое на следующие месяца. Вы просто сдвигаете, да, вот сейчас вы начнете с июня, сюда перенесите себе файл редактируемый, скачивается, еще раз говорю, у меня сайт с телеграм-канала, везде будут ссылки, и отодвигаете на нужное вам время, нужную вам дату, исходя из вашего графика, потому что я же не знаю, какая у вас занятость по работе, по учебе, да, сколько вы можете часов выделить в неделю, чтобы вот эти 200 часов до достижения А2 вы могли спокойно уложиться. Если вы абсолютно нулячие, вот это вот график у меня теперь к учебникам, это для абсолютно начинающих, значит, смотрите, обязательно фонетика, это уже все выложено на Ютьюбе, здесь посчитано количество часов, все есть. Roundup Starter полностью есть на Ютьюбе, для начинающих идеально. Для ушей, для ваших ушек, да, диалоги, можно пинцер использовать, то есть это параллель, да, то есть вот это вы пишете, по видеоурокам, вот это вы в транспорте слушаете, как вариант. Далее, продолжайте ту же линейку roundup, они только будут записаны на 9 лет, там первый roundup, второй, третий, они коротенькие, небольшие, ну как, для взрослого человека, который уже привык учиться, это будет не проблема проходить по одному, иногда по два в месяц, но если опять же заниматься каждый день, и использовать вордбуки, где выписаны все, все, все слова, которые вообще встречаются в учебнике по мере появления в учебниках. Вордбуки там же на сайте, да, у меня вы спокойно их выкачиваете. В параллель, вот пример, как английский за 30 дней, пример диалогического учебника, где на диалогах построено, то есть уши развиваете, параллельно грамматико-лексику набираете. В качестве итога, например, первых трех roundup, плюс стартер, можно прогнать себя по красному Murphy Essential Grammar in Use, или бывает такое, что мы даже с него начинаем, и тогда на roundup и переключаемся потом. То есть одно помогает другому, тут вы решаете, с чего вы начнете. Опять же, означает, что вот первые 10 уроков у меня есть на YouTube давно, но лежат полный разбор со словами, с грамматикой, со всем. Я буду его продолжать продлевать. Потом устраивайте себе МОК-экзамен, КАТ, вот этот вот Key English Test, уровня А2. В конце у вас есть тут такая же табличка, как и для деток я делала. Вот ваш МОК-экзамен, 10 вариантов тестиков. Скачивайте, распечатывайте, сами себе дома прогоняете. Все варианты можно, опять же, у меня на сайте найти, где-то в свободном доступе, в любом интернете вы это найдете. И делайте вывод, достигли вы А2 или не достигли. Далее подробная уже разборка. Это календарь. Подробная разборка распечатана, собственно, сами плейлисты. Смотрите, вот это вот, даже более стимулирующее. Вот у вас есть полностью фонетика Эфимова, она занимает 5 часов 12 минут весь плейлист. Вы делите эти 5 часов жизни, пожалуйста, прослушайте. И будет вам счастье и понимание, почему это так читается. Смотрите, здесь, начиная вот самого-самого, от алфавита до там все, абсолютно все, почему это так читается, слоговое чтение, то есть открытый-закрытый слог, все это разбирается, все это подробненько, это наш советский добротный учебник, ну как советский, по-советскому... Это что за мухи вечные, не мухи, а пыль какая-то. Так, а, цветут эти тополя, тополя, дуванчики, что-то цветет, короче, дандилайонс, что-то летает. Смотрите, вот вы 5 часов выделили на фонетику. Если вы все-таки решитесь аудио добавить, пимстер, вот вам тоже в качестве чек-листа распечатывайте, вешайте, прослушивайте, прошли ли вы там все, например, 31-го уровня, 32-го уровня, там 33-го уровня. 90 уроков пимслера дает вам хороший такой А2, причем разговорный А2, когда вы можете действительно любую фразу, там по принципу заучивания построено, и любую фразу вы можете сами смоделировать. То есть вы действительно начинаете говорить. Ну опять же, заученными моделями, да, вот он построен на том, по принципу, то, что вы каждую фразу наращиваете, наращиваете, заучиваете, и действительно довольно можно неплохой разговорный получить, там для поездки, там вполне себе хватит. Это вариант учебы на слух, когда вы действительно едете в транспорте, когда вы не можете время уделить, не можете сейчас читать, писать, а вам надо вот чтобы и уши тоже развивать, да. Roundup Starter полностью плейлист, это вот, вот это уже законченный, давно висит у меня на Ютьюбе, 16 часов всего занимает. То есть ваш прыжок в английский, выделите себе 16 дней какого-нибудь отпуска и проработаете час в день, вы удивитесь, как оказывается легко можно, так сказать, войти в английский, и потом уже эта база, Roundup Starter дает вам первые 750 слов, и такую базовую-базовую грамматику. А английский за 30 дней, вот вам чек-лист, будет выкладываться на Ютьюб, я буду их постепенно делать, потом будет появляться, я буду корректировать, да, этот контент-план, будет здесь появляться, и вот такая вот подробная распечатка, как вот здесь вот вы видели, это уже прям с картинками, с иконками, плейлист, название, всё как и будет, вот понятно, это взято прямо с Ютьюба, скриншотами я добавляла, делала, всю эту книжечку собирала. Пока только вот так в виде списка, но потом, я надеюсь, всё-таки смогу это всё озвучить, всё это успею. И вот у вас 30 уроков, английский за 30 дней, это тоже доводит до А2. Раундап 1, тоже я сделала вот такими вот списками, содержаниями, раундап 2, и раундап 3, где всё, что скачать, и сам раундап, и к нему вордбук, выборка всех-всех слов, это всё вот даже с ссылками, всё это на сайте, у меня вы найдёте, в группе, в телеграм-канал, тоже буду всё это постепенно переносить. Мёрфи добавляем, Мёрфи полируем им, закрываем ваш А2, прям это очень хороший уже у вас будет уровень, если вы действительно всё вот это пройдёте, это такой академический минимум, и он же одновременно максимум, потому что если вы это всё качественно тщательно пройдёте, ну, вам, может быть, даже B1 сможете сходу сдать. Пока только первые 10 кусочков у меня, 10 юнитов, они занимают всего там 8,5 часов. А остальные, вот 10 будет сделано, а вот весь, собственно, содержание Мёрфи, вот у вас первые 10 будет сделано, я буду постепенно добавлять, надеюсь, я всё-таки как-то успею за лето, и он будет у вас весь полностью озвучен. Ещё желательно себя потестировать на слова, вот ворд-листа 2, это, опять же, я даю ссылку на vocabulary list, который Cambridge English предоставляет, ну, пусть его выкладывает, и я его рекомендую, просто как прогнать себя в списком слов, а знаю ли я все слова на этот уровень, то, чтобы уже чётко, вот прям вот абсолютно чётко были уверены, спокойно шли на экзамен. Устройте себе этот экзамен дома, устройте себе вот этот вот МОК-экзамен, да, и для процентовки, вот 10 тестиков, скачайте, распечатайте сами себя, reading, use of English, writing, listening, speaking, дома можно легко прогнать, я так готовлю учеников к экзамену, просто за неделю мы проходим там десятки всех доступных в интернете тестов, это получается потрясающий интенсив, и у нас, собственно, издвиг уровня идёт, как раз за счёт этого, даже когда мы там, может быть, не все книжки успевали проходить, но идеально, ещё раз говорю, раундап сочетать с Мёрфи, и готовые А2, а готовые А2, это ваш, так сказать, прыжок в Б1, уже на этой базе, тот же самый принцип, тот же самый принцип построения, из учебников я рекомендую, продолжаем раундап четвёртый, к нему подключаем English, Господи, grammar and use, Мёрфи синий, вторая его часть, Б1, Б2 уровня, тоже есть первые 10 на Ютубе, вот значочек Ютуба означает, что начало положено, и буду его продолжать, потом я рекомендую вычистить, после Мёрфи, например, прогнать весь Мёрфи, и destination B1, заполировать ваш B1, но именно сдавать отдельно B1 нет смысла, потому что какой-то серьёзный разговор начинается уже как бы с B2, с получения сертификата, просто чтобы, а есть желание потратить деньги, сходить с себя проверить на экзамен, пойдите сдайте B1, ради Бога, вот, проверьте себя, опять же, МОК экзаменом, потом подключаем пятый раундап, это уже ближе к B2, проходите его за месяц, два, полтора, кто-то за год его проходит, но я рекомендую вам всё-таки убыстряться, и шестой раундап вообще закрывает всю историю, по сути, английского, если бы вы все это его проходили, мы шестой раундап перед экзаменом B2 его закрывали, как бы сказать, готовились, и отлично, больше ничего действительно и не потребовалось, отлично всё сдали, ну вот, в принципе, я ещё раз говорю, это минимум-минимум ваш, да, он же одновременно и максимум, потому что далеко не все успевают эти все учебники пройти, да ещё и в заданное время, destination B2 ещё перед экзаменом можно заполировать, или, например, когда вы подключаетесь уже на каком-то этапе, после каких-то там перерывов, год учили, два в институте, а год в детском садике, в результате вы ничего не знаете, ничего не помните, да, но у вас высокий, хороший уровень английского, какой-то там в пассиве остался, обязательно повторите, обязательно, даже destination B1 ещё неплохо было бы прогнать, а потом destination B2, ну, или, там, пятый, четвёртый раунд, да, шестой раунд, да, и спокойно идите на mock exam B2, сам себе его устройте, а если что, то уже рекомендую B2, FCE, вот это, да, First Certificate in English, уже сдавать официально, вот ваш, ещё ваша табличка mock exam, сюда свои результаты внесёте, и вот, опять же, чек-листы, вот раундап четвёртый, Murphy, Blue, синий Murphy, который у меня начальный есть, тут уже даже с кусочками того, что есть на YouTube, то есть каждый раз себе галочку ставьте, вот его полный содержание всего Murphy, тут возле каждого юнита себе галочку маленькую поставьте, что я его прошёл, вот Destination B1, тоже это я всё вырезала, вставляла, делала в виде таких чек-листов, чтобы вам облегчить жизнь, и даже вот по спискам слов тоже нашла их, World List B1, и World List есть и B1 и B2, дальше будет B2, да, там, конечно, побольше уже слов, вот раундап пятый, опять же, чек-лист, раундап шестой, Destination B2, ваш чек-лист, где вы по юнитах всё будете проходить, сами себе галочки ставьте, обязательно выстраивайте график, потому что только так вы сможете себя хоть как-то контролировать, и, ну, я не могу дисциплинировать, может быть, сработает у вас это, и вы всё-таки начнёте наконец-то видеть, вы хотя бы будете видеть, понимаете, такой вот, ага, я месяц что-то делал-делал, а в результате, ой, у меня только два юнита пройдено, а их там 28 или 48, ну, умножаете, делите, и понимаете, что учебник вы закончите там лет через пять, или вам надо ускориться, вот это иногда хорошо работает на психику, да, как бы особо ленивых, так, и вот вам список слов, B2, он там огромный, конечно, но можете тоже себе уже прогнать по нему, всё, и МОКЭКЗМ сами себе устраивайте, вся информация есть, вот вам примеры учебников, которые можно спокойно найти, вот у меня на сайте, там в группе, да, и к нему даже ссылка, 10, минимум 10 тестов себе прогнали, по соответствующему уровню, процентовку написали, если дома проходите 75, 80 и выше процентов, тот экзамен, уже можно идти сдавать, уже вы его сдадите, там засчитываются 60 процентов, да, и выше, это уже считалось, сдал, если ниже, то просто дается сертификат предыдущего уровня, окей, и для особо продвинутых, для тех, кто прорвался дальше, даже есть С1, С2, я таких пока не встречала, я их вырастила, у меня такая есть одна ученичка, вы её знаете, моя, так сказать, МИМЗИ, с которой мы все эти олимпиады, эти российские, все российские проходим, и Б2 мы сдали ещё 12 лет, С1 мы сдали 14 лет, то есть год назад, и сейчас 15 лет, вот мы осенью сдаём с ней С2, пришлось вырастить, к сожалению, найти ученика на уровень С1, С2, это Unreal, потому что у преподавателей не у всех этот уровень есть, и те люди, которые действительно этот уровень подтверждают, они либо уже давно уехали, либо собираются уезжать, там учиться в аспирантуре, то есть серьёзный уровень, либо там работа связана, не знаю, начальника дела, какая-нибудь там IT security по всему Европейскому Союзу, вот там было в резюме, что человеку надо было С2 сделать, то есть понимаете, таких людей, несколько человек там на город, их сдаёт, там 5-6 человек приходят на экзамен, например, С1, на С2, ещё меньше, и таких экзаменов всего проводится там 3 раза в году, то есть посчитайте, на огромнейший, ну вот на наш, 5,5 миллионов, 6 миллионов населения, а там буквально десяток человек, это сдаёт там 3 раза в году, посчитайте сами, то есть это редчайший, так сказать, случай, но мы перфекционисты, мы добиваем до конца английский, вот тот же самый принцип, рекомендуемые учебники, Advanced Grammar News, это уже Мартин Хьюгинс, но мы его называем «Зелёный Мёрфи», по старинке, да, это получается уже последний как бы уровень, С1,2 грамматики, если надо, опять же, да, ну можно так понюнить, на себя прогнать, вот эта серия учебников Коллинза, Practical Everyday English, Advanced Everyday English, High Level Everyday English, и Fluent Everyday English, редкость страшнейшая, так сказать, последние два, это просто уже контрабандой, мне с Европы фотографиями передали, и мы их сейчас заканчиваем, потрясающая серия учебников, повышающая именно уровень, вот С1, С2, выражений, идиоматики, фразовых глаголов, разговорных, таких, все, которые тестируются, ну как разговорных, не совсем разговорных, разговорных-то уровней С2, я бы так сказала, которые тестируются как раз в разделе Use of English, С2, и вообще без которых понимание затруднено, потому что там уже вот эти идиомы, там такие выражения, когда вы слова можете все знать, а предложения не понять. Короче, мы набираем лексику простыми словами, grammar набираем мы вот с Мёрфи, если надо, но нам уже, уже нам, в нашем случае, например, уже он даже не пригодился, мы грамматикой, мы еще destination прошли С1-С2 до сдачи С1, там и грамматика, и лексика, всегда проблема С1-С2, там уже не в грамматике, я думаю, вы уже до B2 должны были закончить, там всегда в лексике, и вот этот вот Коллинз, 4 учебника, я думаю, только у меня вы их найдете, потому что я же говорю, их просто нигде нет, у двух последних так точно, вот, и я выложу хотя бы пока в режиме фото, там соберу книжечку, и найдете у меня, попробуйте хотя бы в режиме ознакомления, можно заказать, и вам, может быть, когда-нибудь придет с Европы, ну, в общем, вы поняли, может быть, не придет, там, как у нас железным занавесом сейчас получится, вот, короче, грамматику, grammar for C and proficiency, то есть учебник целенаправленно, там не только грамматика, поверьте, там хороший учебник, там тексты, там аудио с разными вариантами акцентов, то есть достойный, мог экзамен C1 себе прогнать, хотя, поверьте, после прохождения этих учебников, вы уже и на C2 будете готовы, но тем не менее, тем не менее, и далее, objective advanced, еще и рекомендую, вот objective advanced и objective proficiency, как бы мы их вычищаем, белые пятна, сейчас вот мы его тоже проходим, вычищаем, хоть мы уже сдали C1, и проходя теперь objective advanced, мы там, ну, одно-два слова на страницу, иногда одно-два нового слова на раздел находим, понятно, что мы его уже в режиме, вот, повторения, закрепления, и просто, как объем материала, который надо быстро пройти, для, скорее уже системы, даже не систематизации, а просто как источник текста, мы их уже берем, и заданий, и потом уже objective proficiency, вот, ближе к экзамену прогоним, и еще хороший, вот, use of English CPE, как раз для proficiency, Virginia Evans писала учебник, там тоже классно, вот эти все диаматика, выражения, collocations, все вот эти фразовые глаголы, все есть там, потом, я тут даже подбирала под даты, потому что вот у нас, например, 26-го будет официально дата экзамена, там есть еще 4-го декабря, в этом году, например, C2-шный экзамен, и также рекомендую вам всегда прогнать себе еще помог экзамен, мы же, мы их и дрессируем, да, вот, и себе поставить соответствующую сюда вот оценку, посмотреть, какой у вас будет процентовка, вот, из того, что уже есть, вот, Murphy зеленый, в Murphy в кавычках, потому что, сейчас напоминаю, это уже автор Мартин Хьюинс, другой автор, у меня там только 3, 3, по-моему, да, только 3 юнита выложено в качестве примера, как с ним работать на YouTube, вот ваш чек-лист, потому что, естественно, я понимаю, что я никогда не успею это все одновременно, поэтому я просто вам добавила содержание учебника, и здесь вы сами уже себе, вот, первых 3, например, вы сделаете по видео, или сколько я там успею за лето, да, когда вы это видимое сейчас увидите, может, к тому моменту, как вы его посмотрите, у меня уже все будет выложено, а может, к тому моменту уже YouTube не будет, Бог его знает, да, вот, опять по chapter, там обычно 9 у него глав, у Коллинза, в его вот этой четырехсерийной, так сказать, в этом учебнике, practical everyday English, advanced everyday English, это в хорошем качестве, это есть он в интернете, можно найти и меня, везде, и в группе, а вот уже вот high level everyday English, да, и вот fluent everyday English, вот тут только вот по одной главе, в хорошем качестве, остальные, если что, ну, будем искать, зайдите ко мне в группу, может быть, даже найдете, так, grammar, опять, вот учебник, опять же, содержание, грамматика, она для высокого уровня, повторяю, там не только грамматика, это просто как учебник, источник текстов, destination C1, C2, конечно, у меня в мечтах и в планах его тоже озвучить, как вы видите, к нему есть wordbook, я его специально делала, когда мы еще год назад с Мимзи, с февраля готовились к C2, чтобы был опорный,